По внесенным изменениям в налоговый кодекс 2021 года предельный размер постановки на учет по налогу на добавленную стоимость сократился с 37 месячных расчетных показателей до 20 тысяч МРП. В текущем году жители многоквартирных домов освобождены от уплаты земельного налога. Мораторий на проверку бизнеса будет действовать до конца 2022 года. Только представители бизнеса должны оформить товаросопроводительную накладную. В пилотный проект по внедрению СНТ срок пилота по подоксистным товарам у нас продлен до 1 октября 2021 года. Также дополнительно внесены изменения для субъектов розничной торговли. То есть это у нас магазины у дома. Для них не требуется выписка СНТ. При использовании ККМ с онлайн функцией и выдачей чека, получается, розничные магазины не обязаны выписывать СНТ. Товаросопроводительная накладная исключает теневой оборот рынка. Товар автоматически оформляется на покупателя через виртуальный склад. Для подтверждения легальности товара предусмотрено применение маркерной системы. Это устранит незаконный оборот рынка и преграждает путь к фальсификатам, изготовленным в подпорных цехах. В дальнейшем, получается, все обувь планируется идти со специальной маркировкой, которая исключит уже возможность фальсификации, например, и где-то, получается, реализации поддельных некачественных товаров. Специалисты отмечают, что при предоставлении потребителю какого-либо товара или услуги сопроводительная накладная не оформляется. Однако потребителю обязательно должна быть выдана квитанция. Потребители могут обратиться с жалобой к представителям бизнеса, отказавшимся от электронных расчетов или выдачи квитанции по горачей линии 1414.